I have ways of blowing things off. И как раз обсудим это. Я более-менее уже, думаю, знаю. Так, у меня еще две отмычки. Ну, давай я еще две докуплю. А, у меня вообще нет камер. Значит, наверное, тогда раз, два, три. Да, я знаю, что я потратил деньги. Но у меня и так уже есть шесть тысяч более-менее. Так, заплатить шантажисту. Вот, насчет шантажиста. И насчет подставки. И вообще всякое такое. Я думаю, что я буду... Подставлять фелс. У меня есть на это несколько причин. Ну, то есть, у нас там есть две девушки. Старикашка и мужик. Деньги заграничные у мужика. Так, что у нас там в кустике нашем? Трава. Письмо. Может, письмо надо было, кстати, тоже уничтожить. Я об этом не подумал. Что там наши жильцы? Там, у меня бы этого еще... Вот этого друголька бы еще подставить, да? Винь коллегу из отдела 2. Набрать 10 тысяч репутации. Узнать больше о Герхарде Гюнцеле. А где я могу... Погодите, а почему? Мне кажется, что моя жена идет наверх. Извините, что? А, она за сыном пришла. Я уж такой на секундочку... Что ты что-то делаешь? А, господи, Шварцар, зачем я могу помочь? Ничем. Нет, ладно, я понимаю, что сюда приходит мой сын. Фиг ли сюда приходит моя жена? Ладно, вот они выходят. Я поговорю сейчас с малым. Ну, че? Как дела в школе? Нужно идти заниматься, поговорим потом. Так, а там 40 часов же осталось, 35 часов. Ладно, дождемся. Что у нас тут происходит? Играть на скрипке, кстати. Вот он ее бьет, новая улика, бьет жену и детей. Донести, без проблем. Ну, то есть, то, что он ее бьет, было понятно. Это нам говорили и дети. Это же мы нашли, когда косметика у жены была. Для того, чтобы замазывать позорные явления, так скажем. То, что ее избили. Итак. Нет, донос, донос. Этого чувака мы будем сажать. Это вообще без проблем. Ты, дружище, тебе хана. Дорожение предписания. Погодите, а какое предписание? Донести. Блин, мне нужно было это еще так. Разрешено двигаться в ритме музыки. Теперь разрешено, хорошо. А какое предписание? Или я могу просто... А, насилие в семье недопустимо в Величайшем Союзе. Вот директива 6027. Нормально. Но у нас предусмотрена директива под это. Отправить. До свидания. Все, дружище. На границу. Только не на границу со страной теперь, а на границу с тюремной камерой желательно. Так. Вы там пока что это? Я пока что это. 6800, между прочим. За что такие бабки? Ну ладно. Так, и по вашей же семье мне нужно по-быренькому написать... Ну там. Характеристику на малого составить. Досье. На тебя. Нет. Значит, на малую? Да. Играет на скрипте. До свидания. Все, чувак уехал. Забыл шантажисту. Обвинить коллегу. Так, коллегу я обвиню. Это не проблема. Нужно пойти купить... Нужно пойти купить средства. Например, раз, два, три. Раз, два, три. Мне вполне это устроит. Так, отмычка у меня есть. Ревенивый пирог. Фишка в другом. У нас 3,25. Нам нужно быстро нестись на работу. Очень быстро. Я что-то провтыкал, просидел. Там люди скоро приедут. Беги! Мне нужно быстро обвинить... Едем. Так, 4,35. Валим в крайнюю. Что, блин? Тут есть охранник. К такому жизни я не готовила. Да, деньги я заберу. Купон для ставок. Купон для ставок мне на тебя пофиг как-то. И вот сюда. И быстренько надо составить рапорт. Может, я утро встречу тут на работе сейчас? Посмотрим. Держи. Они уже приходят на работу. Мне нужно было еще зафиксировать. Фиг ли ты приперся на работу в 6,45? Ну, блин. Старикам не спится вообще. Соседа 4 часа. Проблема в школе. Так, погодите. А что я сделаю? А он же там ходит на занятия. Все дела. Так, ладно. Стой. Давай сюда. Телефон. Пара-папам. Нет, погодите, погодите. Не-не-не-не-не-не. Положить. Где там вот это? Да, вот это. Значит, донос на... Дружище, ты у нас кто? Фельс. Ой-ой-ой. Я еще и за шантаж могу ее посадить. Зря деньги, короче, ей подкинуло зря. Так, соблюдает нейтралитет. Тогда характеристику. Досье. Вот так. Чиновники. Госпожа Фельс. Отлично. 150. Теперь. Донос. Чиновники. Фельс. Блин, тут прям выбирать надо. Давайте и то, и... Ну, нет, давайте что-то одно. За деньги шантаж... Нарушение предписания. Какое там предписание было за деньги? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Сейчас бы вспомнить. Ну, не то, чтобы вспомнить. Я его не мог помнить, скорее всего. Контакты с живущими за границей. Поэтому запрещены. Вот, директива 6004. Вот это вот. Владение иностранными деньгами. До свидания. Форма принята. Можно я посмотрю, как это все будет происходить? Блин, уже 12 часов в дня. Фиг ли так? Я что-то неосмотрительно поступил. Потратил две отмычки. Потратил эти деньги. Хотя я мог ее за доносы просто сдать. Но, ладно. Прощай, Фельс. Так, супер. Поехал я домой. Тайдеть, пожалуйста. Я на самом деле не хочу платить шантажисту. И заодно мы сейчас вот ее арестуют. Мы узнаем, это она шантажист или нет. Потому что, если мы ее вычеркиваем из схемы, по идее, только она знала о том, что происходит. 14.40. Здравствуйте, дядя Шварц. О, спросим, что твоего батья сейчас. Твой отец здесь... Я не слышал, ваш отец вернулся. У тебя все хорошо? Оставьте нас спокойно. Нельзя с вами разговаривать. А что? О, отец в ярости. На маму, на меня, на вас. В смысле, его отпустили? Если он видит, что мы разговариваем. Тина, подожди. Я просто хотел вам помочь. Знаю, в итоге стало только хуже. Я боюсь отца. Так что больше не драконьте его. Вот как. Он теперь хочет со мной поговорить. Мне кажется, он меня сейчас убьет, если что. Сохранить. Помните, как тогда было с этим матросом в первой части? Ты такой ему говоришь. Э, чел, что происходит? Ах, я тебя сейчас. И убил нас. Да, тварь, что ты хочешь? А, Шварц, в чем дело? Что вы тут делаете? О, вы же вернулись. Чтоб ты сдох, крыса. Думаешь, можешь беззаконно вмешиваться в мои семейные дела? Как ты посмел? Выбили жену. У меня сложилось впечатление, что убьете жену, господин Гюнцель. Это так? Один раз рука соскользнула. Ты уже шум поднял. Моралист хренов. Как будто сам ни разу на жену не злился. Или ты у нас главный святой великого союза? Вот это лицемерие. Как будто сами не творите всякие гадости за нашей спиной. Крыса, ты чиновничья. Что, полицейские вас просто отпустили? А то, я им практически коллега. Как вы слышали, в чем меня обвиняют, очень смеялись. Ммм, со четырех стенах человек волен поступать как хочется, ясно? Если ты еще раз решишь влезть в мою жизнь, Шварц. Думай, дважды усек. Говнюк. Усек, усек, дружище. У меня для тебя есть парочка вещей. Так, Мюллеру. Давайте, повышайте меня уже. Зачем я сел писать? Мне же телефон нужен. Братина умер. Да. Господин Мюллер, у меня есть новость насчет коллеги из отдела 2. Накладывайте. Кого ты отправил под арест? Сибилу. Сибил Фелс. На ее руках много грязи. Госпожа Фелс выбила из игры? Хорошее решение. Кабинет пока пустует. Если твоя репутация у высших чиновок кажется достаточно прочно, тебя скоро может ожидать повышение по службе. Еще кое-что. Слушаю. Господин Мюллер, я хотел узнать, довольны ли вы моей работой. А как думаешь, Шварц? Я заслуживаю повышение. Поскольку отлично со всем справился, я считаю, что это услуживаю повышение. О, посмотрите на него. Отрастил таки себе хребет. Что ж, признаю, ты хорошо себя проявил, Шварц. Как ты знаешь, я в отделе 2 недавно открылась вакансия. Я поручу перенести твои вещи в новый кабинет. Дорогу ты знаешь. О! Спасибо вам. Я так рад, что я... Миночку. Меня все-таки подняли. О, смотрите, у меня 12 820 репутации, если что, сейчас и денег 7800. Вымогатель, проблемы в школе осталось. А что у нас там было? А, набрать репутацию и отчитаться. Я понял. Фрэнк медленно, но верно, поднимается по карьерной лестнице в министерстве. Как только Фрэнк получает повышение, его ранг также увеличивается. Это открывает доступ к более ценным предметам. Камера 2 уровня. Теперь Фрэнк может посещать своих коллег этажом выше. Новый счет. Спасибо. Обрадовали. 640. Я не хочу. Я не хочу платить вот эту фигню. Но, блин, значит, получается, что шантажистка была ни разу не... Фельдс? Это и да, и нет одновременно. Потому что... Насчет письма с угрозами. А, что с Алексом? Все в порядке? Фрэнк, ты говорил с Алексом? Он такой бледный. Мне кажется, у него проблемы с учебой. Я бы сама спросил, она меня избегает. Ты же его отец. Пора бы тебе немного позаботиться, Фрэнк. Ты была права? Я поберел с Алексом. Боюсь, ты была права. Наш сын проблем с программой, это его угнетает. Я нашел ему репетитора. Нашел. Какой ты молодец, Фрэнк. Ну, так, вроде это так. Насчет письма с угрозами. Насчет письма с... Не смотри на меня так. Заплатишь шантажи, чтобы могли быть в безопасности. Это ты вечно все спускал Ким с рук. Значит, тебе искать деньги на решение проблемы. Мне интересно, что будет, если я не заплачу. Знаете, в чем прикол? Возможно, она сама же Ким и троллит. Она хочет бабла за то, что мы ей типа жизнь сломали, да? Хотел бы купить... Я не хочу платить, честно. Я не хочу платить. Просто 38. Так, там есть, там есть. Я не знаю, как это все будет происходить, если... Чувак, тебе нужно сдавать. Тебя нужно сдавать прям серьезно. Я был уверен, что это Фельс нашантажирует в ответ. За то, что мы тогда на нее надавили. Но нет. Потому что Фельс мы отправили. При этом ничего не изменилось. Вот, она идет к репетитору, да? Сейчас. Осталось 11 часов. Или... А, да, вон мелкий идет. Ну, я, получается, сделал все, что мог? Или где? Как дела в школе? Нужно идти заниматься. Поговорим потом. Ладно. Ну, то есть, я жду 10 часов. И все решается, типа, в мою пользу. Потому что я не знаю, что еще могу сделать. Учебники я ему купил. Это я сделал. Все вроде есть. Ладно. Теперь. Что мы делаем? Мы делаем... Вот такую штуку. Тю-рю-рю-рю-рю-рю-рю. Тю-рю-рю-рю-рю. Вы все уже спите, нет? Ну, поехали. Не бегаем. А какого фига? Ах ты ж тварь. Мне за этот штраф приедет? Так, пока Хенкер пошел... Ты же здесь живешь? Да, здесь. Может, я у него какую-нибудь запрещенку найду. Ну, кроме, соответственно, знака. Или тут новых вещей, в принципе, не появляется, наверное, да? Футболки, рубашки. Поднимем флаг. Ладно, что ж с тобой? Так, чуваки. Два часа ночи. Да какого фига? Новый счет. Почему? Меня это немножко бесит. Почему я не могу? Потом запрячу. Мне неуютно, когда он тут стоит. Надо заплатить шантажисту, снять трубку. Ну, давай. Алло. Шварц, это я. У меня для тебя срочное поручение. И какое? Какое родное поручение? Что есть за вопрос? Слушай, молча. Ты видел шкафчик на личной клетке вашего дома? Конечно, а что? В верхней очки лежит флаг нашего с иранного государства, с иранного министерства. Достаня, подними на флагштоке перед домом. Там два флагштока, а тебе нужен правый. Правый с моей точки зрения или с его точки зрения? Я он терпит логоточку. То есть, понимаю, заботюсь. Нет, это серьёзно. Правый с какой стороны? С его или с моей? Флаг министерства. Современный флаг министерства. Достать старый флаг министерства из кладовки. Старый. Я понял. С моей стороны это правый. Что с его стороны, я не знаю. Посмотрим. Полуматч, то что, блин? Полная высота. Хорошо. Кэмп Гренада, если что. Мне дали ночевочку. Так, заплатить. Я не буду платить. Это... Шантажисту не хочу. Набрать номер. Мюллер. О, это я. О, Шварц, я слушаю. Флаг министерства подняли. Чудесно, Шварц. Вы осложили в своей стране большую службу. Так, насчёт старого и современного флага. Я думаю, что это... Имеется в виду про отсутствие реформ и реформы, как таковые, да? Ну, давай, написал ты контрольную? Что ты хотел? Как дела? Мне нужно идти заниматься. Так фиг ли ты идти заниматься? Ты пошёл в школу? Ну так вали в школу тогда. Чё ты мне мозги тут делаешь? Мешочек мне надо будет, кстати, да, запрятать. Вымогательство заплатить шантажисту. Проблемы в школе. Найти Александра Репет... Выполнены шаги. Он говорит, поговорить, помочь, подготовка контроля, найти репетитора, награда. Последствия ошибки... Вымогательство, последствия ошибки... Я не... Ну, блин, знаете, в чём прикол? В этой... В этой игре... Где чёртовы эти... А, я заплатил. А, погоди, что ты хочешь? Самительная учительница, ну-ка. Фрэнк, скажи, это Нора Хельм. Ты имеешь в виду госпожу Хельм из нашего дома? Репетировал что? Что насчёт неё? К ней ходит очень много... Мужчин, тебе не кажется? Не видел, честно говоря. Правда? Я обращал внимание... Ну, это же входит твоя обязанность. Ты должен обращать на такое внимание. Ну, подумаешь, ходит к ней... Погодите, я не... Ну, блин, я, правда, ещё в министерство ездил, но я не видел, что к ней приезжали прям. Это да, до меня дошли слухи, что она... Что она что? Что она принимает клиентов за деньги, Фрэнк. Я не хочу, чтобы Александра учила... Чтобы Александра учила какая-то... Утка. Успокойся. У Алекса улучшились оценки с тех пор, как госпожа Хельм начала с ним заниматься. И потом мы не можем вот так показывать пальцем, если она не виновна. Тогда выясни, действительно она торгует телом. Ты же справишься. Сначала лесбиянки, теперь утки. Куда мы попали, Фрэнк? Хорошо, я разберусь. О, привет. У тебя разве не рабочий день? А, что? Откуда эта фраза? Денег дай. Ну, хоть какой-то... Хоть какая-то польза от нее должна быть. Поговорить с Абиной. Проблема в школе. Задача завершена. Чем она завершилась, эта задача? Типа, удачно, неудачно? Сдать они ком... О, я могу сдать. Смотрите, сколько тут народа. Раз, два, три. С-с-с-с-стой! Господин Шварц, какая приятная встреча. Эм... Как проходит занятие? Он делает успехи, особенно в области склонения барийских глаголов. Рад это слышать. А женат как обрадуется? Она очень переживает за будущее Алекса. Ничего, парень справляется. Ему немного мешают собственные амбиции, но в остальном... Большое спасибо, госпожа Хель. Очень на вас рассчитываем. Смотрю, как вам сейчас заходят гости. У меня к вам вопрос. Ну как, все в порядке? Я даже не знаю, как сказать. Что такое, господин Шварц? Что-то случилось? Вас можно заказать? Слышал, вы принимаете клиентов? Ну, вы понимаете. За деньги. Вы на мне качественная утка? Утка. И вы хотите меня снять, господин Шварц? Хотите заплатить мне, чтобы я занялась с вами сексом? Я правильно понимаю? Возможно. Ну, а вы бы согласились? Я имею в виду, вы бы занялись со мной сексом за деньги. Господин Шварц, что творится у вас в голове? За кого вы меня принимаете? Вы женаты. Я обучаю вашего сына. Естественно, я не стану с вами спать. Ну, это не значит, что с другими этого не делать. Ну, ладно, я так ради интереса спросил. Прошу, давайте сменим тему. Закончить разговор. Интересные слушки пошли. Так, ладно, пока она свалила, значит, блин, уже 9.40. Я не знаю, как это все комбинировать. И как мне успевать и на работу, и тут везде интересно, везде надо. Узнать, занимается ли она. Интересными вещами. Как минимум раз. У нее, у нее камера наблюдения есть. Здравствуйте. И тут презервативы. Ну, знаете ли, я не то, чтобы быстро делаю выводы, но они как-то напрашиваются сами собой. Учебник политологии, кстати. Словарь. Словарь. Ну, словарь, в словаре нет ничего плохого. И... Что? Они везде, Карл. Они на деревьях. Кофе. А я у нее не шарился разве в доме, да? Ну, что ж. Вот этого лохозавра надо употреблять алкоголь. Так это же я на него уже сдавал, да? Или нет? Ладно. Знаете что, ребят? Блин, но он днем вообще из дома не выходит. Эта тварь. Я вот что думаю. Нужно сдать квартиру? Платить я не хочу. Но кому сдать? Хорошо. Петер Парангер. Мужчин 30 лет. Схолост, почтальон, авантюрист. Авантюрист. Я даже смотреть не буду. Поехали, дружище. Ты въезжаешь. У меня и просмотр, и прослушечка для тебя есть. Пойдем, наверное, сдадим характеристики. И нужно будет понаблюдать. Сегодня не поеду на работу. Стой! Здрасте, господи Шварц. Зачем пришли? О, нет, что случилось? В порядке, госпожа Генцель? Вы, за вас все стало только хуже. Что вас глазом, госпожа Генцель? Муж вас ударил? Нет, это я сама случайно ударилась об дверь холодильника. Но Герхард в ярости. Особенно на вас, потому что вы на него донесли. Не лезьте в нашу жизнь, господин Шварц. Нначе последствия будут на вашей совести. Но я видел, как он бил тебя об дверь холодильника, если что. Но это другое. Так, погодите. Досье на тебя. Так мы же уже видели, что он пьет. А зачем оно мне повторно отобразилось? Мария Генцель скончалась? Твою за ногу. Он ее убил. Он ее убил. Причем она была еще живая, когда мне вылезло. Это все будет на моей совести. Блин. Его ты хоть арестуют? Да, его арестуют. Хорошо. Он хоть не выкрутится. Курит. Его хоть арестуют. Да, я не знаю, что будет с детьми. Но, блин, ребят, это не семья. Да, это, ну, так нельзя. Все у тырок довыеживался? Жалко, конечно. Реформа, блин. Так, господин Шарс, какая приятная встреча насчет тех слухов. Опять слухи про мужчин. Среди жильцов ходят слухи. Вот. Я кое-что услышал. Немного неловко. Я заслужил, что вы принимаете в себя клиентов. То есть жильцы видели мужчин возле вашей квартиры. Разных мужчин. Но ведь принимать в себя гостей мужского пола не запрещено. Я внимательно прочла правила дома. Нет, в принципе, принять в себя мужчину не запрещено. Вот видите, значит, все в порядке. Хорошего вам дня. Мне нужно с тобой понаблюдать. Погоди. Ханс? Извините, что? Оставь меня в покое, если очень нужно, ходить ко мне. А, а, как ты аж... А как, чувак, с моей работы оказался здесь? Так, а квартира у нас там... Да. Квартира освободилась, ее нужно сдать. Ремонтировать, сдать. Погодите, я разве этому... Я же ему сдал квартиру уже. Или что здесь происходит в этом мире? Я не тому человеку сдал. Да, блин, телефон за... А-а-а! Вот что ты тут делаешь у нас. Интересными вещами занимаешься, дружище? Я еще и компромат на тебя достану, если повезет. А они так просто взяли и разошлись? Погодите. О-о-о! А я думал, сейчас это шпилевили будут, а их нету. Чувак с моей работы приходит в мой дом к какой-то студентке. Вечером. А они вроде ничего не делали. Или я бы что-то провтыкал, или они реально ничего не делали. У нее по всему дому призики раскиданы. Узнать занимается ли она. Ну, посмотрим, понаблюдаем сейчас. Этот чувак куда-то ночью поперся. И все, и она пошла спать. Очень это все мутненько. Очень мутненько. Час ночи. Ну, поехали, типа. Франк Шварц у аппарата. Шварц, это я. Госпожа Альтман? Куда делся господин Мюллер? Никаких имен Шварц. Дальнейшие вопросы будут обсуждать со мной. Ясно? Конечно. Хорошо. Я для вас задание. Куда-то министерство работает над реформой, которая может решать самые основные... Расшатать самые основные вше государство. Вот как, и кто же? Это вам предстоит выяснить, Шварц. Понимаю. А что касается этой реформы... Это вы тоже разузнаете. Это имеет первостепенное значение. Уделить особое внимание сотрудникам отделов 2 и 3. Ага. Мой информант убежден, что замешан кто-то из этих двух отделов. Нужно знать, кто в этих отделах наши враги. Враги? Я думаю, мы все работаем на благо Родины, великого вождя. Большая часть — да. Мы должны всегда держать ухо востром. Некоторые проекты реформ заходят слишком далеко, Шварц. Нужно внимательно следить за тем, где мы допускаем изменения и кто за ним стоит. Иностранные террористические группировки хотят разрушить наш порядок. Некоторые министерства им даже в этом помогают. Но поверьте мне, мы упечем их всех за решетку. Мы? Такие люди, как мы с вами, Шварц. Люди, которые видят, в какую гротесную пародию превращаются наши государства. Люди готовы сражаться за Отечество. А что мне делать, если коллеги не захотят рассказывать, над чем работают? Наплетите им чего-нибудь, скажите, что проводите внутренний опрос. Придумайте что-нибудь. Если появится информация, мой номер у вас есть. И еще Шварц. Вам же будет лучше, если вы добьетесь результатов, ясно? Кристально. Все будет сделано к вашему удовлетворению. Милочка, Мюллер, теперь у меня, в принципе, набрать номер. Это интересно. Так, ты продолжаешь спать? Продолжаешь. Черт. Так, давайте, пока идет ночь. Давайте вкратце немножечко обсудим, что происходит. Грубо говоря, Мюллер у нас пока что недоступен. И вроде как Мюллер был на стороне повстанцев. Потому что Хенкер из четвертой квартиры, его агент, нас, скорее всего, тоже завербала Мюллер, как своего агента. и теперь мы делаем вещи для повстанцев. Теперь. Теперь. У нас, к тому же, всего лишь 112 часов. Но то, чтобы выяснить, кто работает, придется ходить на работу. Это печально. Так, может быть, Хенкер нам что-то расскажет? Я доставил потрепанный конверт. А, кстати. Отлично, я смотрю, ты, чувак, надежный. Вот тебе моя скромная дугладарность, как полагается. А еще и 200 баксов прилетело, квест сдал. Мне нужно про двух новых жильцов что-то узнать. Вот этот алкаш у меня, в принципе, он просто живет здесь. Я не знаю, зачем он нужен. Поехали на работу. Мне нужно будет познакомиться со всеми коллегами из третьего этажа. Интересно, а что сейчас в том кабинете, где я работал на первом этаже? Так, народ. Тут мне нужно было отойти, а в метро нельзя было сохраняться, поэтому вроде как мы там же, но вроде как пишем... А мне сюда пускают? А что сейчас тут находится? Пустая комната. Ладно. Поехали наверх. И поехали наверх еще раз. Попробуем тут с людьми поговорить немножко. Они как раз возвращаются, да? Да. Так, кабинет. Один, два, три, четыре. Там по телеку что? Там по телеку показывают. Двенадцать часов записка, что на торжество. Я не хочу ее платить. Идите на них. Добрый день, меня зовут Фрэнк Шварц. Сначала фамилия, потом имя. Что, простите? Согласно пункту четыреста руководства по продуктивным взаимодействиям в рабочем коллективе при знакомстве сотрудников министерства должен сначала представиться по фамилии, затем по имени. Рюкерт. Филипп. С кем имею честь? Шварц. Фрэнк. Хорошо, это мы прояснили. Признаю, многие мои коллеги в последнее время постепенно пренебрегают вставами и инструкциями нашего великого министерства, но это не повод им подражать. Хорошо, я понял. Как ваши дела? Просто хотел справиться, как ваши дела? Должен сообщить вам, что согласно пункту семьи руководства квалифицировано на труднее и сейчас не на перерыве. Извините. Параграф восемьдесят книга великого вождя гласит, что в диалоге следует раскрывать свои намерения. Я только что поинтересовался, как у вас дела? Если я правильно помню, пункт сорок пять руководства по продуктивным взаимодействиям в рабочем коллективе дан вопрос допустим. Дела у меня идут хорошо, господин Шварц. Приемлемый ответ согласно руководству будет цитировать. Спасибо, что спросили. Не за что. У вас удивительные памятные инструкции. Согласен. Дома я ежедневно просматриваю свою коллекцию книг великого вождя и каждый вечер перечитываю, заучивая очередную главу из этих брошюр руководства сборника правил. Звучит увлекательно. Господин Шварц, наш славный союз не достиг бы своего величия без всех этих замечательных правил замечательных, да, правил и положение. Как скажете, господин Рюкерт? Еще три формы. Господин Рюкерт, я... спросил. В чем дело на этот раз? Вы считаете, имеете? Естественно, господин Рюкерт. Тогда почему вы нарушаете сразу несколько правил посещения кабинета коллеги? Правда? Виноват? Какие же правила? Параграф пятый. Относительно вежливого стука и ожидания в двери приглашения войти. Я постучал, не тринди. Параграф седьмой. О ношении надлежащей одеждой при посещении места общего пользования в министерстве. Вы же не будете делать вид, что этот жилет надлежащая одежда? И, наконец, здесь на столе лежит сверхсекретная папка согласно параграфу второму и параграфу второй пункт третий. Вам запрещено даже находиться в одном помещении с этим документом, поскольку у вас нет соответствующих допуск к секретным материалам. Может, вы просто закройте папку? Не заходите ко мне больше с предложениями обойти действующие правила, иначе я буду вынужден сообщить о вашем поведении. Мы же с вами не дети в песочнице. Вот вам некоторая степень хаоса допустима. Вы совершенно правы, господин Рюкерт. У меня к вам всего один вопрос. Раз он за правила и за... Я думаю, что... Нужно сказать, что Лотта Альтман. Потому что Хуберт за реформы, насколько я помню. Альтман собирает информацию со всем отделом. А, госпожа Альтман? Так бы сразу и сказали. Вот, госпожа Альтман умеет поддерживать дисциплину и порядок. Я полагаю, в наши дни тяжело найти достойных работников. В общем, мне нужно было узнать у вас, над чем вы работаете. А, вот как. Я перерабатываю реформу. О, и что конкретно вы делаете? В настоящее время я меняю форматирование абзацев. Похоже, никто, кроме меня, не в состоянии правильно выставить абзацы на печатной машинке. Но вопрос относился скорее к содержанию. Над какой реформой вы работаете? Для сотрудников с вашим уровнем допуска от сведения засекречены, господин Шварц. Тут уж никто ничего не попишешь. Правило есть правило. Понимаю. Вы не вправе разглашать текст реформы. Не могли бы вы высказать предположение, как бы ее оценила наша дорогая госпожа Альтман? У меня сложилось впечатление, что вам важно мне, госпожа Альтман. Или я ошибаюсь? Не ошибайтесь. Я очень ценю госпожу Альтман. Если бы у меня была возможность действовать на свое усмотрение, министерство бы сейчас выглядело совершенно иначе. Очень хорошо. То есть поправьте меня, если я не прав, господин Рюкер. Если бы вы могли действовать на свое усмотрение, вы бы не занимались этой реформой? Господин Шварц, я служу Величайшему Союзу и Великому Вождю. Личное мнение тут ни при чем. Я придерживаюсь правил этого учреждения до последней буквы. Если господин Хубертс говорит, что необходимо... Хубертс, это третий наш чувачок, да. Необходимо провести важную реформу, я реализую ее в меру своих знаний и способностей. Даже в том случае, если буду считать данную реформу опасной и неправильной. Так, 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 так. Есть Мюллер, Хубертс и Альтман. Альтман за правительство в его базовом виде. Мюллер за повстанцев, насколько я понимаю пока что. Хубертс за изменения в правительстве и восстановлении страны, так скажем. Я подготовлю ее так же, как любую другую, потому что это мой долг. Я вот теперь даже не знаю, за кого я. Я точно не за... не за Альтман. Я скорее... Мне нужно выбрать между... Ну, потому что Альтман это оставить в стране все как есть. А если Хубертс или Мюллер, то есть это повстанцы или изменения страны путем политических изменений. Я даже пока что не знаю. Ладно, посмотрим. А большое спасибо, господин Рюкер. Думаю, я вас понял. И вот этот чувак мне пока что меньше всего нравится. Но опять же, это первый, с кем я поговорил. Реформа. Узнаете? Да я знаю, знаю. Давай, дружище. Ты здесь? Ты, блин, ты не здесь. А кто здесь? Ты в третьем? Блин, ты в четвертом? Ты вообще самый дальний у нас, да? Ты в третьем? Ты во втором. Я тебя понял. Хорошо, поехали, тогда так и начнем. Опа. Здравствуйте, я Фрэнк Шварц, новый сотрудник Министерства, рад встрече. Фрэнк Шварц, привет познакомиться. Я Томас, Томас Ноллер. Рад знакомству. Может, выпьем как-нибудь вместе кофе, поболтаем? С удовольствием. А насчет вашей работы? Могу я задать вам пару вопросов? Ну, конечно, Фрэнк, могу я звать вас Фрэнк? Ну, если вы настаиваете. Я провожу опрос по рабочей нагрузке своих коллег. Ох, сколько вопросов. Так, какая у вас сейчас загрузка? Сейчас очень много делаете работы. Ужасно, много зуб даю, хотя нет, самому нужен. Ага, над чем позвольте спросить? Позвольте, я сейчас занимаюсь одной важной реформой. Это грандиозный проект, который изменит все. А над чем конкретно вы работаете? Если вам нужна деталь, то я сейчас просматриваю отчеты о новой ламинирующей пленке для документов, удостоверяющих личность. Это очень интересная задача. Вы не представляете себе, насколько. У вас все? А в чем суть реформы? А чем конкретно посвящена реформа, которую вы с коллегами разрабатываете? Дорогой Фрэнк, вы ставите мне в исключительно неудобное положение. Я бы так хотел во всех подробностях расписать вам эту реформу, потому что она повлечет за собой далеко идущие изменения в нашем обществе. И в чем ее суть? Ах, Фрэнк, мне, к сожалению, нельзя ничего вам рассказывать. Ничегошеньки. Ну ладно, очень жаль. Ну спасибо, Ноллер. Сюда, пожалуйста, Фрэнк. Не зайдите мне просто Томас, ладно? Значит, ваши работы... Так. Со многими коллегами общаетесь? А можете мне сказать, с коллегами вы взаимодействуете в день? Чем больше, тем лучше. Я оценю активное сотрудничество в коллективе. Ну если грубо... Ну что, я не люблю грубить коллегам. Ну человек так 12 в день иногда, вдвое больше, если одновременно за кофе выходим. У вас все? Нет, еще кое-что. Сколько у вас в работе дел? Мне... Вы много дел обрабатываете? Сколько конкретно? 12. Сейчас затишье. У вас все? Чем идет? А к чему конкретно посвящена реформа, которую вы с коллегами разрабатываете? Эргофринг, кстати, да-да-да, это было. А мне не скажет. Закончить хорошо. Пойдем потрендим тут. Армин Крайнерт. Какая хорошая погода, пожалуй, и уйду сегодня пораньше. У меня вопрос. Деспондент Крайнерт, могу я вас кое-что спросить? Ну как, вы же осваились в министерстве? Да. Разумеется, я ведь уже работал тут только в другом отделе. Некоторые вещи с тех пор сильно изменились. Например, предписание. На что нельзя положиться? Наконец-то все. Наконец-то все. Наконец-то все. взрыва. Изменения это шаг в верном направлении, позволяющий ставить излишек пара. А сами вы сейчас работаете над реформой для великого вождя? Я имею честь. Да. А над чем конкретно вы работаете, позвольте спросить? Если вас так интересует, я разрабатываю новый бланк для снятия отпечатков пальцев. И это ядро реформы? Конечно нет, Шварц, но все остальное засекречено. Проект руководит Рюкерт? Или вы? И, конечно же, за проект отвечаете вы? Я, к сожалению, Шварц, у меня нет права разглашать детали проекта. Но, впрочем, вы и сами догадались. Ха-ха-ха. С этой большой реформой я у руля. Это большая честь. Я сформулировал здесь точные инструкции по проведению реформы. Показывать их вам, естественно, не могу, как бы мне это не хотелось. Такая секретная информация предназначена только для сотрудников уровня 3 и выше. Мне нужно сюда подняться. А вы пока только на втором. Все равно спасибо, господин Крайнерт. Успехов вам. Закончить. То есть он еще и главный по реформе. Это хорошо. Так, что у нас эта мадам делает? Здравствуйте, я Фрэнк Шварц. Работаю в Министерстве. Раз встречи. У нее коллекция ножей. Пистолет? Она коллекционирует оружие? Шварц? Я Зеллерс. Ивона Зеллерс. Подрудитесь как следует, Шварц. Хорошо. Надеюсь, вы ежедневно выполняете отжимания и приседания, Шварц. Какой кошмар. Мне бывшему пилоту-истребителя приходится иметь дело с такими хлебиками. А, она еще и пилот-истребитель. Офига себе. То есть она милитарист. Я бы попросил. Светская беседа. Я просто хотел спросить, как вы поживаете? Не мямляйте, Шварц. Говорите быстрее. Как ваши дела? Есть что рассказать интересного? В армии мы не болтали о погоде или мире во всем мире. Просто молча. Бегом, марш. А тут все такие неженки. Наверняка, видите, вам нравится что-нибудь кроме армии. Мое оружие. Ага. А по работе? Госпожа Зеллерс, у вас найдется минутка? Ну, разве что одна не больше. Могу я поинтересоваться, на чем вы работаете? Конечно, можете, Шварц. Но, к сожалению, не имею права вам отвечать. Предписание есть предписание. А теперь скажите-ка, зачем вам вообще это знать? Я провожу опрос. Я провожу опрос по рабочей нагрузке своих коллег. А, ясно. Ну, вперед проводите. На сколько делом вы работаете? Семь. У вас все? Я разрабатываю новые правила ношения форменной одежды для чиновников и солдат на погранпереходах. Пустая растрата моих талантов. Если бы я шла хотя бы о вооружении, в оружии это я разбираюсь, но нет. Спасибо за информацию, госпожа Шейнерс. Тут такой момент. Вы правда пытаетесь меня убедить, что форма чиновников и солдат на пограничных переходах единственная ваша задача? Естественно, нет, Шварц. Могу я узнать, кто поручил вам этот вопрос? Вот в армии вот было... Давайте лота. Разумеется, это была лота Альтман. Госпожа Альтман, значит. Это кое-что объясняет. Так что это... Так что вообще-то это секретная информация. Я думаю, что она за Хуберца, раз она так и отреагировала. Я тоже не все знаю. Руководитель проекта Крейнард. Но я думаю, что... Лата? Они все хотят латы. Но я думаю, что все это связано с всякими поясами в сфере обороны. По крайней мере, униформа должна стать значительно дешевле. И выглядеть она должна менее угрожающе. По-моему, это все какая-то аж... Нет, она против реформы. Я понял. Государство, не способное должным образом защитить себя, не будет пользоваться уважением. Спасибо, госпожа Зеллерс. Вы мне очень помогли. Хорошо, у нас сложилась некая картинка. 301-й, 302-й против реформы. 303-й и 304-й за реформу и 303-й еще и возглавляет эту самую реформу. Окей, это мы поняли. Еще пойдем... Потом напомним себе, хватит лагать, пожалуйста, игра. Напомним, что у нас творится на втором этаже, но пойдем напоминать мы уже на следующий раз, потому что на этом наша серия заканчивается. Если игра отлагает, пожалуйста, отпусти меня. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, поправа. Всем молодушек, всем покеда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok